Напишите ваши затыки с деньгами. Пока вы не разберётесь с деньгами, вам что-то неохота разбираться с любовью. Деньги все достали, потому что мы всё ассоциируем с деньгами. Мы себя заменили на деньги, мы вообще любовь заменили деньгами, мы все наши чувства пытаемся заменить деньгами. Всё деньгами. Разберитесь с деньгами. Почему мы начали с денег? С деньгами. Вполне нормальный человеческий такой позыв с деньгами. Разберитесь, там за вас уже столько шаблонов написали и крайностей, но каждый прям почитайте и разберите для себя, а действительно ли это так, а почему я так решил? Почему я решил, что если у меня будут деньги, их у меня украдут? Да их у меня ещё не было, их ещё не крали, а я уже так решил. Почему? Я ванга, я гуру какой-то будущего, я ясновидящий, я знаю, мы с вами не знаем, мы боги только в одном случае, когда мы не знаем, а мы даже когда человеке ничего не знаем, но мы как человеке всё придумываем. Перестаньте придумывать. Но мы реально не знаем, украдут или не украдут. Но даже если украдут, что плохого случится? Ну проживите вы этот страх, что украдут деньги. Ну украли. Если мир — это моё продолжение, если в мире никого нету, кроме меня, то кто их может украсть? Я же сама себя, сама у себя украду, блин. Никто не может украсть, пока это не будет моим желанием. Весь мир — продукт вашего желания. Никто не украдёт ваши деньги никогда, пока вы сами этого не захотите, пока вы сами не придумываете персонажа, наделите его «фу-фу-фу, вор, какой плохой, давай иди ко мне!» Он придёт, и вы просто сами себя захотите освободить от денег, разморозить эту энергию, где вы вообще, блин, остановились. Вам энергии уже не хватает для жизни, для того, чтобы двигаться, потому что вы себя заморозили в этих деньгах, и вам просто нужно будет освободиться от них, чтобы не заболеть, или не потерять там мужа, или ребёнка, или вообще ногу свою с почкой. Это вообще всё хорошо. Что бы ни происходило, всё офигенно. И потерять денег — это лучшее, что могло с вами случиться. Но уже перестаньте вот это всё придумывать. Но даже если случится, хрен с ним. Есть такая классная сказка, мультик, короче, про Гиго. Ребёнок ещё не родился, но пошла одна тётка набирать воду из колодца, и она придумала, что когда родится ребёнок, он вдруг пойдёт за водой и утонет нечаянно. И она там плакала весь день. За ней пришла сестра и говорит, «Ты чё тут ревёшь, дура?» «Да вот, ребёнок, если родится там через 20 лет, он может утонуть в колодце». Они вдвоём давай реветь. Третья сестра пришла, вся семейка подтянулась. Пришёл дед там уже 20-м, и говорит, «Вы чё тут неделю сидите ревёте?» Ребёнок ещё не родился, ну там, короче, дал им по мозгам. Мультик классный. О том, что мы сами сидим, себе придумываем. У меня будут деньги, у меня их украдут. Всё, поэтому, блин, к вам не приходят деньги, потому что у вас есть такое убеждение. Но как только вы порассуждали, что это убеждение ложное, оно просто, ну, блин, странное, зачем я это вообще себе придумал? Мне ещё заняться больше нечем. Но даже если их украдут, придумать причины, почему это хорошо, да и хрен с ним, хорошо не почку. Дальше идём к следующему. Почему, если у меня будут деньги, то я их не хочу, потому что все захотят у меня их занять. Но если вы опять не забываете ставить себя в позицию Творца, если причина во мне, если я Творец, мир вторичен, весь мир — продукт моих желаний, я познаю себя через мир, я просто себе картинками внешнего мира и всей этой киношки показываю себя, какая я есть для того, чтобы развиваться и познавать себя, познавать свои чувства, то какая разница, что там во вне происходит, какая вообще разница, украдут, займут, не займут, попросят, не попросят. Я просто спасибо всем этим персонажам, смотрю на себя, чтобы себя познавать, что в данный момент, да, я вот такая сама у себя что-то выпрашиваю. Интересно, а что я у себя выпрашиваю? Наплевать на них, иди ты нафиг, я не буду тебя там занимать. Либо если я хочу на последние трусы, в моменте, если вам хочется отдать последние трусы, отдавайте. Не хочется — шлите. Нету правильных и неправильных действий. Есть просто в моменте. Здесь сейчас вы спрашиваете, а что я сейчас чувствую? Хочу я дать? Не хочу. Хочу дать почему? Потому что освободиться хочу. Меня эти деньги заколебали, я, блин, застряла в них. Но не для того, чтобы помочь. Вот для того, чтобы помочь, вообще никогда этого не делайте. Не помогайте никому, чтобы помочь. Не надо наделять их бедными и несчастными, потому что они вами созданы, эти персонажи. Не наделяйте их бедными и несчастными. Если будете помогать, значит, вы действительно соглашаетесь, что он бедный и несчастный не может совсем помочь. Только вот вы, спасатель, возьмёте и спасёте его. Нифига. Вы можете ему дать денег только из-за того, чтобы себя офигенно чувствовать, потому что вы освободились от денег. Вам наплевать, куда они пойдут, хоть в мусорку. В данный момент я просто хочу разморозить энергию. Ну, я так чувствую, мне так надо. Только по этим причинам можете давать денег. А так, шлите нафиг, пускай получают свой опыт. Они этого хотели, причина в них. Вы не обязаны никому помогать. И у каждого своя жизнь. Понимаете? У каждой клетки. Но вы можете друг с дружкой взаимодействовать только для того, чтобы видеть себя как в зеркало. Интересно, почему я сама у себя прошу деньги? Деньги — это всего лишь кусок энергии. Моя остановка. Почему я сама у себя прошу энергию? Энергия — это движуха и интерес. У меня нет интереса к жизни. Блин, нифига себе. Вот что я раскопала. У меня деньги в долг просят только потому, что у меня нет интереса, блин, к жизни. И всё. Ну, я уже вам просто из конца учебника сказала. Там, если бы вы порассуждали, вы бы до этого дошли. Но это ладно, неважно. Весь смысл в том, что зачем вы придумываете заранее, чего там произойдёт? Ну, во-первых, это абсурд, согласитесь. Во-вторых, даже если это случится, проживите каждый страх. Подумайте, а почему это хорошо? Да, почему это хорошо? И всё. Плюс третье. Обратите внимание, то, что если просят деньги, «А что это значит для меня? Почему я так думаю? Что мне зеркалит мир? Как будто он сейчас у меня просит деньги, чтобы мне это зеркало показывало в отражении». То есть я у себя прошу денег. То есть первое. Признайте абсурдность того, что вы ни хрена ничего не знаете. И то, что вы придумали, это всего лишь ваши фантазии. Второе. Признайте, даже если это бы случилось, почему это классно, и почему это хорошо. И третье. Признайте, что мне показывает зеркало, если бы эта ситуация сейчас бы происходила, что я сама себе пытаюсь показать. Все персонажи — это вы. То есть, как я говорила в предыдущем, 15 минут назад, что все истории запишите и просто от своего лица себе почитайте, и вы поймёте, что вам транслирует зеркало. Деньги — это просто кусок ваших нереализованных желаний. Желания исполняются, как вы уже знаете, только от интереса. Вам интересно не само желание, потому что кусок материи вам не нужен, вам нужно чувства от этого куска материи получить. Испытать. Мы хотим испытывать телом, потому что машину в тело не засунешь. Нам интересно вот это испытывать, классные вот эти вот штуки, которые в теле происходят. Нам классно чувствовать себя. Мы хотим славы и богатства, чтобы чувствовать себя. Мы хотим, чтобы заметить себя. Если меня тут куча народу заметит, значит, наверное, всё-таки я существую. Вот это вот чувство недостатка, то, что я есть, и сомневаюсь, мы сомневаемся всё время, есть ли я, блин, я недостоин там отсюда, из этого вылази, ну да, я недостоин, это, наверное, самое клёвое. За чего люди хотят славы? Вы не чувствуете себя, то, что вы творец. Вы хотите чувствовать, просто чувствовать, любые чувства хотите чувствовать. И весь этот букет чувств мы пытаемся заменить внешними и засунуть внутреннюю пустоту того, что нам не хватает внешне. Поэтому берите и рассматривайте каждый ваш шаблон с позиции, то, что «а что мне это зеркалит?», «а нахрена я это вообще придумала?», абсурдность этого шаблона. И находите крайности, почему несколько чувств является целым. Бывает такое, что целая, вот как ручка, имеет много граней, не только вот эти два куска, а вот ещё у ручки тут куча граней. У алмаза много граней, много противоположностей. Находите целыми пачками, не обязательно две противоположные, бывает прям три противоположности, бывает четыре противоположности. Все трансформации сводятся к тому, что всё как-то бессмысленно. Бессмысленно по отдельности сводится, вы должны найти смысл целого. То есть радость, она тоже бессмысленна, грусть, она тоже бессмысленна. Мы просто хотим это испытывать, и всё, потому что нам нравится испытывать чувства. Мы хотим чувствовать, а не быть роботами бесчувственными. Мы хотим это чувство испытывать. Но когда мы не можем испытать мельчайшие дуновения, там ветерка, вот каких-то такой мелкий спектр чувств, мы начинаем подогревать себя какими-то более сильными чувствами. Но если мы сильные чувства любви себе не можем дать, мы дадим сильные чувства агрессии. Дело в том, что чувства, оно как бы одно на самом деле. Все вообще чувства объединяются в одно, в вибрацию нашу. И мы хотим чувствовать вот это колыхание в теле, вот эту вибрацию. Вибрация — это изменения наши, которые происходят. Например, подержали лёд ледяное, а потом отжали, и руку в горячую воду опустили. У вас вот резкая смена была температур, и вы почувствовали вот эту резкую смену, переход. Вот чувства нам дают тоже чувствовать вот эти вот перемены, переходы. Мы хотим вообще все чувства чувствовать. Но мы же их поделили на плохие, на хорошие. Поэтому в теле умом целенаправленно отрубаем нейронные связи, которые отвечают за наши чувства. Мы блокируем в теле чувства, чувствительность, блокируем вот эти нейронные связи все для того, чтобы мы ни хрена не чувствовали, чтобы мы боль не могли чувствовать. Становимся бесчувственными, короче. И когда приходит там время секса, 99% девушек, я не знаю, как мужики, хотя мужики говорили, что тоже есть два оргазма, женщины не испытывают удовольствия только потому, что они вообще просто подавили в теле все чувства. Не потому, что она такая там родилась с этим. Врожденные дефекты, там, наверное, 1% на миллиард. Все вот здесь вот в башке просто. Мы подавили чувства. Мы не хотим чувствовать боль, мы не хотим чувствовать какие-то высокие ноты вот этих чувств, высокие ноты вот этих вибраций, когда злость испытываем. Это же кайф на самом деле. Блин, когда ты орешь, ну это ж такой кайф, это ж такая вибрация. Вот. Но мы считаем это плохо, мы это подавили. Мы в теле это всё подавили. И когда вот что-то лёгкое такое приходит, почувствовать красоту солнышка. Мы не можем почувствовать ну солнышко, ну и солнышко. Оно не вызывает во мне никаких эмоций, потому что, ну блин, вот малейшая вот эта вот чувственность, чувствительность, она подавлена. Но мы-то хотим чувствовать, поэтому мы всё время провоцируем внешний мир, выводим его на эмоции, сами себя вводим на эмоции, чтобы хоть что-то чувствовать. Злость и агрессию, ну легче всего вызвать. Но мы её и вызываем, потому что, ну, как бы всё подавлено в теле, подавлено. А подавлено, потому что мы считаем, что это плохо, понимаете? Мы не можем ни то, ни другое. Поэтому наш чат создан для того, чтобы ребята, ну уже за вас, уже шаблончики написали, уже сто пятьсот этих примеров, как трансформировать. Давайте, работайте, каждый вам подскажет, если вы сообщать здесь, соберётесь, подскажете, что вот, пожалуйста, мы взяли шаблон. Шаблон — это не просто программа, это чувство. В каждом слове есть чувство, мы каждое слово чувствуем. Оттенок одного, чувство оно одно, да, каждое слово придаёт оттенок одному чувству, одной вибрации оттенок. Мы все эти оттенки подавили, всё это разделили, и всё похезали, и, короче, не хотим это ничего чувствовать. Вот давайте разбирать. Когда вы поймёте злость и радость, что это офигенно одно и то же, классно, осознайте, вот это прочувствовав, блин, даже я не знаю, как это объяснить, только в процессе рассуждений, когда вы будете рассуждать программу, вы почувствуете, как радость может быть злостью. Словами это не объяснить, блин, это невозможно, я не знаю, как это словами объяснить, реально не знаю. Вот, поэтому, ребят, давайте, работайте. Одна программа, вторая, третья, непонятно, десятая программа, ни хрена ничего не меняется, непонятно, продолжаем. Сто программ трансформируете, и вас щёлкнет критическая масса, программ ваших трансформированных, она наберётся, когда в определённое время, вот когда вот вы сами захотите, всё по вашим желаниям, конечно же, вы творцы, в определённое время, на определённое количество программ, вот ваше узкое мышление, вот достаточно расширится, вас щёлкнет, и вы просто уже каждую программу сможете без долгих размышлений просто видеть со всех сторон, видеть целое, куда бы ни посмотрели, вы будете это чувствовать. И это невозможно будет передать словами, вы будете чувствовать прям крайности. Но для этого нужно поработать, заставьте себя, я не знаю, у вас есть программа контроля, вы контролируете свою жизнь, поэтому у вас всегда жопа, да? Но возьмите этот контроль и используйте как инструмент, проконтролируйте себя в работе над собой. Ну круто же, зачем этот контроль отрицать? Какой он плохой? Ну не отрицайте, используйте его как это, агрессию вашу, направьте на трансформацию программ. Агрессивно, прям так жёстко взяли и начали с собой работать. Я вышла сюда вас замотивировать, потому что группа дохлая, зачем я её создала, блин, когда здесь такие вещи творятся? Но когда вы начнёте чувствовать и понимать то, что вы вот этими шаблонами творите вот эту всю жопу вокруг, которая не меняется, критическую массу этих шаблонов вы рассоздадите, осознаете, поймёте вот это целое, как и слово, как и шаблон, а так и чувство, потому что одновременно что шаблон, что чувство. Слово, оно и шаблон, и чувство, да? Вы сразу схлопываете кучу, блин, вариантов. Вы чувствительность свою откроете, вы сознание своё расширите, вы на мир смотрите, смотрите, уже смотрите, молодцы. Вы на мир будете смотреть расширенным взглядом, не узколобо вот так вот, что, блин, всё хреново, и не видеть решения ситуации. Вот вы считаете, что вот всё вот это вот, капец, наделили это вот этим, и всё, и не хотите с мёртвой точки сдвинуться. Но когда вы расширяете своё сознание, вы начинаете видеть то, что никогда раньше не замечали. Вы начинаете видеть ситуацию с разных сторон, и понимаете, блин, какая она офигенная, блин, как здорово, что у меня отваливается рука, да блин, ну это классно. И вы осознаете, почему, если вы найдёте эти причины, если вы поймёте, блин, что же она вам показывает, и то, что если бы не рука эта, вы бы умерли, просто вас бы задавил бы автомобиль, и заново бы родились, чтобы вот уйти в забвение, там, не знаю. Осознайте, что сейчас нужно работать сообща, вместе. Один на один, я сама по себе знаю, это сложно. Я нашла офигенный метод, мне платят деньги за то, что я сижу и разбираю свои собственные программы, которые мне зеркалят люди, которые приходят ко мне, и мы сидим на консультациях, с ними разбираем, я так расширяюсь, капец, ещё и за это получаю подарки от Вселенной. Сама себе придумываю персонажи, они ко мне приходят, как моё отражение, показать мне мою работу. Я работаю с людьми, и сама с собой я не могу трансформировать, мне лень, вот реально, как вам? Ещё раз говорю, ребят, программки, смотрите, читайте, если сами не можете найти, уже за вас их просто тут куча людей написала. Пишите шаблон, две крайности, две дуальности, начинайте рассуждать через картинку, через чувства, через образы, через вопрос, почему зло — это добро, добро — это зло, почему ответственность — это безответственность, почему безответственность — это самая ответственная хрень, почему движение — это остановка, почему в остановке всегда есть движение, в остановке движение есть, потому что здесь сейчас всегда есть движение, в точке. Почему радостное — это грустное, почему грусть и печаль — она только в радости. находите эти крайности, рассуждайте если вы что-то не понимаете, пишите блин, люди, помогите, не понимаю кто-то подключится, ну давайте работать надеюсь, дала пинок, и мы продолжим эту работу мне лично, вот я захожу, читаю три комментария в день, комментировать нечего я бы каждый день здесь в чате бы работала и всем бы подсказывала, хотя не люблю подсказывать, люблю одновременно и люблю, и не люблю подкидывала бы какие-то наводящие бы вопросы, но некому их подкидывать некому реально, вопросов нет трансформации нет единственное смотрю, вам зашло благодарность каждый день, пять человек пишут благодарность себе каждый день и начинают уже через неделю уже пошли подарки, уже долги стали отдавать, потому что просто благодарить себя, начали обращать на себя внимание найдите, почему себя можно похвалить, не просто мы говорим в посте, там пример есть мы не просто говорим я благодарю себя за то, что я есть не, не так я благодарю, что вот эта жопа со мной случилась, она мне показывает вот это и вот это я благодарю, что сегодня у меня затопили там соседи и пришли жаловаться на меня что я их топлю я их благодарю, потому что они помогли мне увидеть в зеркале вот это, вот это, вот это я благодарю сегодня вот этот дождь, который раньше ненавидела за то, что сейчас у меня есть время взять и потрансформировать а не гулять и не отвлекаться я благодарю себя вот за это и делаем выводы, выводы, выводы понимаете, принимаем все ситуации жопные, это рефлексия называется почему это хорошо в процессе рассуждения вам придёт, почему это хорошо главное делайте спасибо 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 спасибо